Всем привет! Сегодня у нас новое видео по АТС. Это у нас уже третий выпуск по Project Reforma. Это у нас проект для АТС, который добавляет новые территории Мексики и также переделывает южную часть США. Сегодня мы поедем на этом замечательном Кенворте. Обзор уже по плану вышел на Канаду. Если не вышел, то он уже скоро должен выйти. Не знаю, в каком порядке я выпущу видео. Сегодня у нас очень интересный маршрут. Видео у нас, опять же, будет долгое. Предыдущие выпуски вам довольно-таки неплохо зашли. У нас маршрут из Гомес-Паласио в Ла Круз. Но мы проедем Доранга. Это столица данного штата, через который мы едем. Он так и называется. И вот такой вот интересный город Мазотлян. Что-то такое. Этот маршрут мне посоветовал подписчик, который, собственно, и посоветовал данную карту. Спасибо большое. Реально для меня целое открытие этот проект для АТС. Здесь у нас, по сути, идут две дороги. Это платная 40Д. И здесь у нас еще дорога 40 классическая. Как вы видите, здесь у нас вот такой вот запутанный серпантин. Но у нас и так очень длинный маршрут, поэтому здесь мы все-таки ездить не будем. Мы зацепим небольшую часть этого серпантина. Посмотрим на классическую мексиканскую дорогу. Потому что изначально можно было просто по автомагистрали проехать. И так, извилистой. Но мы съедем немного с автобана и проедемся вот так. В этот город у нас маршрута не было. Я нашел в город Лакрус, поэтому мы еще вдоль побережья проедемся. Тут должно быть очень красиво. И в следующих видео еще посмотрим. Если вам это видео понравится, то мы обязательно запишем еще одно видео. Сейчас у нас по времени 8 часов 10 минут. Давайте будем заводиться, будем выезжать, потому что как бы время идет. Проражут у нас сегодня реально очень длинный. Так, налево нам никак, я так понял, не выехать. Нам придется сейчас, да, повернуть направо. А потом уже где-то развернуться, да. Или может даже как-то мы проедем. Ну да, маршрут как-то перестроился, поэтому давайте будем, в принципе, выдвигаться. Да, вот такой вот у нас город в горах. Через город у нас идет, это вот такая широкая довольно-таки дорога. Она как ни объездная идет, просто через сам город проходит. Такая вот автомагистрат в европейских городах тоже во многих есть такое. Так, мы немного превышаем, потому что ехали до этого вообще ограничения, не показывалось никакое. А так, в принципе, да, что-то у нас тут добывают справа, кстати, такие вот домики колоритные, мексиканские. Ну, прикольно, прикольно. В целом уже мы успели покататься и посмотреть на данную карту уже не так сильно всему удивляешься, как, особенно в первом выпуске, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там я вообще удивлялся абсолютно всему в начале, когда заехал в Мексику. Для меня это все было очень необычное. Ну и сейчас, на самом деле, тоже все очень необычное, но в любом случае. Сейчас мы выдвигаемся, по сути, на хайвэй или фри-вэй. Ну, хотя в Мексике сложно сказать, как-то это называется, на самом деле. 80 километров в час получается ограничение. Но у меня в милях все стоит. Ну, давайте где-то вот так вот поставим круиз. Так, коробка пусть переключится. Что касаемо этого грузовика, сегодня у нас видео долгое. Будем обсуждать различные темы. Ну, в общем, как обычно, будут, естественно, какие-то промотки таймлапса, потому что рассказывать о чем-то надо притормозить. Конечно, непривычно в таком грузовике ехать без капота в США как-то максимально непривычно. Ну, как для меня, я не знаю. Еще этот Торвуль Зиловский большой. Ну, грубо говоря, Зиловский, конечно. Так, поворачиваем. А, и это мы, получается, сразу заезжаем на трассу, и сразу мы должны заплатить. 27 долларов. Немало. И сразу мы оказываемся на этом хайвее. Так, выпустят нас. Ну, трафик у нас добрый. Так, можно уже разгоняться, в принципе. Посмотрим, как выглядят, собственно, автомагистрали в Мексике. Потому что по автомагистрали мы еще не ездили. Здесь у нас, кстати, 68 уже ограничения, можно будет сделать побольше. По грузу 19 тонн, немало на самом деле. Двигатель у нас стоит 500 лошадиных сил, коробка на 13 передач. Не помню, как она там называется, если честно. Вот, в целом, Кентвард очень классный. То есть, по качеству, по тюнингу внешки вообще вопросов нет. Он выглядит просто, ну, идеально. Он просто идеально выглядит, очень классно. Так, надо нам разгоняться. 68 это очень большое ограничение, кстати. Ну, у нас вот 60 стоит. Можно 65 поставить. В принципе, я думаю, нормально. Маршрут у нас довольно долгий. Поэтому надо ехать. Пока по автомагистрали едем, можно ехать быстро. Тем более нам это здесь разрешено. Но уже потом, когда заедем немного на серпантин, там уже, конечно, спешить некуда. Вот. Чем мне нравится США, Мексика, Канада. Это своими вот этими ограничениями скорости. Поэтому, собственно, грузовики в США, в Канаде, ну, я думаю, и в Мексике проезжают очень большой километраж за год, который европейцам даже не снился. То есть, если в Европе грузовик проезжает за год где-то в среднем 120 тысяч, пускай, да, и если именно внутри Европы только ездят, то где-то 120 тысяч, то в США эта цифра может быть даже в два раза больше, потому что даже за день, кто не знал, проезжают там вплоть по тысяче километров и больше даже. Так, что-то тут у нас какие-то перестроения начались из-за ремонтов, ну, как обычно. Сейчас мы, конечно, потеряем тут немного времени, еще на подъем получается, и трафик тут пропускает друг друга. Что у нас тут случилось? Смотрим. А непонятно, что-то там делают, даже звуки какие-то есть. Прикольно. Справа у нас какой-то, какая-то стоянка небольшая, придорожная, судя по всему, на которой можно чисто остановиться, приотдохнуть немного. Ну, кстати, в США тоже такого мало. В США в основном у нас большие, ну вот, посмотрите, это стоянка чисто под одну машину. То есть тут, ну, реально, если... Ну, в лучшем случае две машины поместятся, и то не очень. Как бы, да. В США такого нет. В США в основном большие стоянки, не особо-таки часто, которые встречаются. Ну, как было. Ну, вот, а сейчас мы подъезжаем, собственно, к какому-то заправочному комплексу. Здесь у нас и заправка, и стоянка, как и в США, в принципе. Ну, и вот сейчас едешь, и не сказать, что я попал сильно в другую страну, да, отличаются, есть отличия от США. Ну, в целом, все очень даже и похоже. Так, а здесь у нас сразу сходу еще одна оплата дороги. Да, очень как-то часто. Что-то еще и долго как-то оплачивает коллега перед нами. Дорогу. А справа можно проехать? Непонятно, как бы. Давайте попробуем. Здесь стоял, как говорит, зеленая. Даже какие-то цены висят. Или что-то такое. А, ну, у нас автоматически оплатилась. Вообще, должен быть прибор какой-то для бесконтактной оплаты. У нас его как бы нету, но ладно, сделаем вид, что есть. Потому что, я думаю, что да, у местных этот прибор есть, и они по плану оплачивают не наличкой, а проезжают, не останавливаясь. Даже шлагбаум там поднят. То есть удобно, в принципе. Кстати, я вот сейчас заметил, что у нас есть даже какое-то подобие тахографа типа. И он показывает километраж, который мы проехали за сегодня. Показывает время. Уже 10 часов. И мы проехали только 88 миль, а осталось нам 410. Ну, да, конечно. Ехать нам и ехать. Ну, сейчас, в принципе, я думаю, мы быстро будем ехать. Проблем особо нет. Ну, все-таки, да. Все-таки, мне кажется, отличия есть от США. В США все-таки как-то по-другому и с отбойниками совсем. По FPS, кстати, у меня что-то не очень. Сейчас 50. Но местами-местами до 40 где-то просаживаются. Или из-за грузовика, или из-за Мексики. Возможно, и то, и то, кстати, влияет. Ну, как бы ладно. Ну, с учетом, что у меня там максимальные настройки графики стоят. У меня только сглаживание там, наверное, на среднее стоит. То, в принципе, ничего удивительного нету в этом. Ну, как бы ладно. Так, ну, что? Такие подъемы, конечно. И тяжеловато. 19 тонн. Пускай там и 500 лошадиных сил. Но если вспомнить, сколько лет этому грузовику, то из этих 500 осталось там, в лучшем случае, 450, где-нибудь, да. За столько лет там уже лошадей сбежало очень много. Очередная стоянка. Небольшая какая-то. Здесь вообще по центру стоит магазин. А, и стоянка, да, стоянка находится по центру. Ну, задумка прикольная, но на самом деле немного странная. В плане безопасности, конечно, мне кажется, что какие-то не очень. Когда у тебя люди ходят по центру, в случае какого-то ДТП там, ну, не знаю. Мне кажется, такси. Так, ну, поставили на 70 приз. 68-70. Здесь это, в принципе, очень даже, ну, нормально по ДТП. Я думаю, нарушения никакого здесь нет. Вот сейчас очень все похоже на какие-то Южные Штаты США. Вот я здесь прям очень похоже и сложно отличить. Вот уже в каких-то таких моментах, как стоянки, какие-то заправки, да, отличаются. А, так, в принципе, ну, США. США и США. Так, здесь у нас надо немного притормозить. Начались повороты. Поэтому немного ограничения поменялось. Плюс, кстати, да, стоит отметить, что в Мексике у нас скорость в километрах в час измеряется. И ограничения скорости вполне себе привычные местами. Ну, вот там стоял знак 90. Ну, по прямой мы ехали сколько? 68 мили в час, 70. Это где-то в районе 110 может километров в час. Все время забываю, как там переводить надо. Ну, много, даже, может, и 120. Да, возможно, даже где-то и 120 километров в час у нас скорость была. А в Европе сложно такое представить, конечно, никто с такой скоростью не ездит. Максимум 90 и все. Вот. Так, а мы подъезжаем к какому-то населенному пункту, я так понимаю, да? Что это у нас? А, это у нас уже Доранга. Мы там немного съедем, посмотрим тоже на обычную дорогу. Немного объедем платный участок. И посмотрим немного на город. Частично. Так, что-то у нас, конечно, очередь. Вот это мне вообще как-то не нравится. Прикольные вот эти рифленые... Рифленая разметка такая. Кстати, что заметил, все вот эти шкалы... Может, не все, но многие работают. Что-то показывают даже. Насколько правильно, я не знаю. Так, мы опять, наверное, проезжаем здесь справа. Ну да, оплата проходит, проблем нету. 25 долларов, но я даже не знаю, много это или мало. Ну так, в рамках игры немного. Но в рядах жизни 25 долларов за участок на грузовике. Участок сколько-то, не знаю, 50 миль где-то в среднем. Ну, не дешево, не дешево. Это 50 центов. Что это я посчитал? 50 центов километр. Ну, это дорого, да, это дорого. Ну, как бы ладно. 110 километров в час ограничения 68. Ну да, значит, я все-таки сразу правильно сказал. Жесткие такие стыки на мостах, прям как у нас. Так как коллега вообще разгоняться не хочет. В чем проблема, я не могу понять. Экскалатор такой тяжелый или почему? Биллион стыков так боится. У коллега на Вольфе слева пролетает только там. Да, по вашим просьбам решил поменять грузовик. Возможно, еще одно видео на этом грузовике и съездим. Это уже как вы напишите в комментариях. Он довольно-таки кайфовый. Я как бы покатался, и мне кажется, в мексиканской теме он довольно-таки неплохо подходит. Вот. Ну, если захотите, то можно проехаться еще на каком-то бользовике, на котором давно не ездили. Возможно, я не знаю. Ну, там в Эстерн-Старе на подходе у нас специальная какая-то строительная комплектация. Не знаю, когда она там выйдет и для чего она вообще создана. Ну, пока сложно сказать. Она, конечно, будет больше для негабаритных перевозок, судя по всему, сделана. Или какие-то тяжеловесные перевозок. Ну, посмотрим, посмотрим, как это реализует. Будет интересно посмотреть. Можно будет прокатиться на нем, но это уже будет, я думаю, не так и скоро. Поэтому, если вам это видео понравится, то запишу, конечно, еще видео по АТС. Мне, на самом деле, довольно-таки в удовольствие покататься. Просто вне видео я в АТС не играю практически. Как-то времени сейчас вообще, на самом деле, очень мало. Не хватает даже... Даже в ГТС я вне видео не играю сейчас практически. Иногда в трекер СМП зайду, вот сейчас новые ивенты, все такое. Там, может, кучи идут, никуда остались какие-то старые. Так вот, да, сейчас времени не хватает даже и ВТС, точнее, в ГТС поиграть. А ВТС я и так, на самом деле, очень мало играю, поэтому... Да, поэтому сейчас играют только с записью видео. Ну, вот так. Ничего не сделаешь. И в ближайшее время оно так и будет, потому что с временем сейчас будет еще хуже, чем сейчас есть. В ближайшие месяцы особенно, я не знаю, наверное, только в августе где-то я смогу немного больше времени этому всему уделять. Ну, тоже не факт, на самом деле. Вот, сейчас начинается лето, видео записываю в начале мая, уже у школьников экзамены закончились. У кого ЕГЭ, УГЭ, у кого-то ЦТ, у кого-то еще какие-то экзамены. Поэтому, да, можете написать в комментариях, как там сдали, кстати, если кто-то сдавал. Вот, студентам же могу только посочувствовать, потому что сессия только сейчас идет, у кого-то только начинается, у кого-то уже в полном разгаре, потом уже в практике и все такое. Вот. Как-то так. Ну, а кто работает, тот работает. Я думаю, что отпуск тоже где-то в основном у всех летом, где-то в июле, в августе, поэтому как-то так. А сейчас двигаемся по серпантину. Довольно симпатично все сделано, я бы даже сказал, что очень красиво, посмотрите. Классно. И специально вот эта полоса справа дополнительная, даже не полоса, а чисто половина полосы, очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в принципе, самую тяжелую часть рапонтина мы уже проехали. Дидвижаемся тут за полицией, они четко по ограничению едут, поэтому едем на час на 20 миль в час. Я надеюсь, что сейчас мы все-таки ускоримся. Но я вам хочу сказать, что очень красиво, много сейчас зелени, асфальт такой вот, довольно узкая дорога. В США дороги намного поширюле, конечно. но очень красиво посмотрите горы дали классно что классно сейчас бы еще ограничение немного увеличить скорость немного быстрее поедем в целом ладно целом ладно едем рассматриваем всю вот эту вот красоту что хочу сказать по кенбарку классный моторный тормоз вообще вопрос нету ну 25 чуть можно ускориться хотя бы так вот не было бы тут товарищи товарищи полицейских ехали бы мы конечно все таки немного побыстрее но ничего не сделаешь ну зато едем рассматриваем с другой стороны не все-таки серпантин у нас не закончился здесь у нас еще на гея довольно жесткие повороты есть да моторный тормоз вообще вас вопросов нету гасит машину прям очень хорошо что самое интересное вообще нету машина навстречу никого абсолютно нету мы едем и вообще не помню пока поэтому серпантину едем только высохла уже я думаю да сейчас здесь летом очень жарко градусов под 40 возьму на самом деле не знаю не был никогда в мексике но если кто-то вдруг был поможете написать мало ли такие на и подъем довольно таки жесткий что сам гон запрещен как написали мне да если у нас двойная сплошная в мексике то обгон запрещен если просто сплошная тогда обгон разрешен ну я в принципе так где-то и подозревал ну спасибо что написали теперь буду точно знать немного полиция уехала вперед все-таки они там много ускорились но здесь вот уже сильно быстрее чем ограничение и не поедешь потому что такие повороты надо ехать все лучше поосторожнее немного так у нас тут на вяз какой-то городок здесь стоят мотоцикл и какая-то сходка палатки ну прикольно прикольно конечно а ну вот здесь у нас одна сплошная но стоит знак что он запрещен тоже знак такой нетипичный сам по себе квадратный ну да еще уже как и у нас красном круге две машины вот то есть вроде все как у нас но немного по-другому тут мы сейчас будем проезжать еще один городок какой-то тут у нас находится стоянка находится стону тоже такая стоянка на две машины на то и возможно и с того такое очень местная больше как легковое на самом деле даже магазинчик какой-то классный паск и сейчас мы уже нам должны где-то и выезжать все-таки на автомагистрами уже скоро будем выезжать мы уже проехали практически полмагистрами маршрута до видео сегодня будет долго и готовьтесь сейчас выйдем на трассу я думаю будет больше таймлапсов каких-то но так в принципе да больше 30 минут по-любому выйти хотя тоже иногда говоришь больше 30 выйдет и по факту сидишь монтируешь и получается 29 минут иногда обманчиво кажется вот такая вот нас трасса ждет не совсем таки и автобан просто трасса хорошо что утром выехали сейчас у нас почти три часа дня но опять же припутим мы получаются показывают уже во вторник утром то есть возможно нам придется даже где-то переночевать хотя в том видео тоже она показывала что поздно приедем но мы в итоге переночевали наехали там не 20 часов как показывал тогда по-моему показывал 26 часов мы заехали часов за 15 поэтому обманчиво в этом плане показывают так первый светофор на нашем пути образовался с зелеными столбами тут все столбы зеленые так как бы не пришлось нам разбивать это видео на две части я уже начинаю про это задумываться потому что возможно и слишком долгое видео получится потому что уже жил сколько-то надо смотреть уже видео идет где-то 20 она уже 30 минут идет уже 30 минут будет запись а у нас осталось еще столько же часовое видео точно заливать не буду поэтому по ходу до по ходу мы все-таки выезжаем видимость такси сейчас у нас начинается трасса в принципе так можно было даже по регионалке дальше продолжать движение но уже как бы не ладно будем мы двигаться сейчас до ближайшие стоянки и все-таки мы это видео разделим на две части потому что будет это как-то очень долго мне кажется что все-таки слишком долго вы конечно просите долгие видео зачастую все-таки я думаю что полчаса вполне себе для такого видео оптимальное время вот поэтому как то так выйдет вторая часть во второй части возможно мы по всему серпантину все-таки прокатимся я думаю что будет интересно поэтому включите в комментариях тут у нас уже 80 ограничения то есть 50 миль давайте 50 поставим принципе здесь такие симпатичные надо это у нас уже идет новая часть 1 здесь кстати водопад ничего себе но это классно девочки вы увидите как не в мексике на довольно жесткие стыки везде сделано вот даже сейчас не сейчас не было стыка так но эта стоянка не с нашей стороны нам туда никак не попадешь вот водопад такой класс какая-то интересная полоса вот идет по дороге не знаю для чего а это у нас вот если у тебя тормоза отказали тогда надо ехать туда направо так но сейчас здесь мы остановимся на вот этой вот замечательной обзорной точке но посмотрите какая здесь красота но это же просто вообще очень классно очень классное видео я надеюсь получилось я надеюсь вам она понравилась скоро выйдет вторая часть доедем до конца этот маршрут осталось не сильно много поэтому вторая часть будет поменьше и выйдет я думаю она буквально вот через несколько дней поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите ваше мнение в комментариях всем удачи всем пока